слава иисусу христу слава навеки богу святому и ни в коем другом нет спасения дамы и господа братья и сестры нет другого имени под небом данного нам людям которым надлежало бы нам спастись которым спасены которым спасаемся слава господу приветствую всех именем господним во имя иисуса христа благословляю всех вас и сегодня в этой трансляции утрень с утренней молитвы благословляю вас сейчас что-то здесь у меня на телефоне остановилась я не знаю как это исправить честно говоря попробую сейчас эфир продолжить эфир да продолжит конечно так вот да слава богу вот продолжился эфир да приветствую всех георгий да шалом из вефиля москва да слава богу кстати в эту субботу буду в эфире да здесь в москве проповедовать аллилуйя как раз предшивотне шаббат такой перед днем пятидесятницы вот и на саму пятидесятницу буду тоже проповедовать как в эфире аллилуйя арсений стрельцов шалом рад наконец вас видеть в эфире слава богу аллилуйя спасибо господу за вас братья и сестры все кто подключается вот и место из писания которое я вот в начале самым обозначил и картинкой для трансляции сделал сегодняшний а для вас благоговеющий пред имени моим взойдет солнце правды и исцеление в лучах его и дальше там и вы выйдете и взыграете как тельцы упитанные аллилуйя аллилуйя спасибо тебе господь спасибо спасибо солнце правда взойдет для вас и вы и написано и исцеление в лучах его конечно малахи здесь пророчествует о машиахе он пророчествует о христе потому что сам машиах есть свет просвещающий всякого человека приходящего в этот мир как написано в новом завете уже иисус и шо он действительно есть этот цвет истинный слава богу и он об этом свидетельствовал и устами своими но даже большей частью большей степени своей жизнью своим служением он об этом свидетельствовал он являл свет спасибо тебе господь благословен ты царь наш благословен господь бог содержитель аминь 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 так что друзья братья сестры и для вас для всех благовеющих пред именем господним сходит это солнце правды я сейчас здесь в москве но это за москвой получается в одном ну в поселке и здесь очень красивая природа подмосковье ну здесь шпаки скворцы вот и что красиво это вот рассвет как раз солнце встает и пробивается свет сквозь деревья вот и приходит сюда вот на 1 и на поляну и в лес и замечательно слава богу и вот сравнение недаром библии как раз сравнение вот с этим светом который приходит и как и который дает исцеление освобождение благословения друзья и апостолы еврейские апостолы первые ученики господни говорили это ну то что и мы сегодня повторяем спустя два тысячелетия мы говорим тоже исповедание веры тот же символ веры мы провозглашаем апостольский подлинно символ веры мы говорим что ни в ком другом нет спасения ибо нет другого имени под небом данного нам людям которым надлежало бы нам спастись спасибо тебе господи слава тебе слава тебе и хвала слава тебе и хвала боже наш благословен ты царь наш благословен господь благословен бог наш спасибо тебе господь спасибо когда ты озаряешь нашу душу господь и твой свет приходит в нас верующих в нашу судьбу боже исцеление это приходит господь от тебя боже исцеление нашей душе духу воскрешение новой жизни телу нашему исцеление слава тебе господь во имя иисуса прими хвалу сегодня и благодарность наш любящий отец сущий на небесах да святится имя твое да придет царствие твое да будет воля твоя и на земле как на небе хлеб наш насущный дай нам на сей день прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим не веди на свои искушения избавь нас от лукавого ибо твое есть царство и сила и слава во веки аминь слава господу слава богу аллидуя для вас благоговеющий пред именем моим вот здесь можно прочесть собственно у самого малахи здесь в контексте даже потрясающее послание вообще вся библия я расцениваю смотрю на библию как на одно послание по сути послание послание божественной любви так вот я называю еще это послание божественной любви аллидуя спасибо спасибо и у малахи и там говорится в завершении ветхого завета как мы говорим да последняя книга это ветхого завета в завершении этой книги последняя четвертая глава рассказывается ибо вот придет день пылающий как печь аллилуйя тогда все надменное все надменные и поступающие нечестиво будут как солома и попалит их грядущий день говорит господь сапогов так что не оставит у них ни корня не ветвей да такая картина апокалиптическая картина знаете ли действительно это как апокалипсис считаешь а для вас написано благоговеющие пред именем моим то есть однозначно то что мы называем концом света да допустим то что называем апокалипсисом да значит ну конечно разные взгляды есть и на последние на последние дни разные рассуждения но конечно рассуждения верующих и неверующих очень сильно отличаются конечно вот да и верующие по-разному мыслит конечно и неверующие по-разному мыслит но обычно вот если какой-то там апокалипсис зомби апокалипсис там какой-то вообще апокалипсис представляют себе неверующие то как вообще в целом катастрофа для всего человечества но так оно и есть на самом деле но с другой стороны как и в обычной жизни разные судьбы верующих неверующих да значит и бог благословляет своих детей и защищает оберегает то ну а тем более при вот таких последних временах при вот таких катаклизмах написано для вас благоговеющие пред имени моим взойдет солнце правды и исцеление в лучах его и вы выйдете и взыграете как тельцы упитанные и будете попирать нечестивых ибо не будут прахом под стопами ног ваших в тот день был который я садил ее говорит господь савауф помните закон моисея раба моего который я заповедал ему на хариве для всего израиля ровно как и правила и уставы вот я пошлю к вам илию пророка пред наступлением дня господня великого и страшного и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их чтобы я придя не поразил земли проклятием слава богу аллилуйя аллилуйя светлана подключилась света шалом мы снова вместе причащаемся до до причастники божеского естества причастники тела и крови христовой сегодня я тоже вот приготовлен до причастию рассуждаю о теле крови христа потому что он солнце правды приготовьте вот тоже да на самом деле хлебушек шалом александр пишет у меня вот сегодня вот такой хлеб есть вот и просто вода и совершаю причастие и в христию хлебопреломления вот сегодня наверное из братьев мы совершим наверное я не знаю как вы будет там устав сегодня встреча будет такая молитвенная вот и поделюсь немного словом здесь в москве слава богу пусть господь благословит вас друзья и сегодня александр антипов пишет шалом шалом да и сегодня знаете вот исполнились эти слова еще 2000 лет назад исполнились и исполняются а сегодня исполняются вообще просто потрясающей силе потому что это солнце правды и исцеление в лучах его это не просто даже вот оно но для нас но в нас верующих совершается это солнце правды это солнце правды которое оно сияет уже не просто для нас даже но сияет в нас верующих и через нас исцеление не только нам но и через нас исцеление всем и вся вокруг вообще это время благодать она уникальна она на самом деле уникальна в два тысячелетия продолжается уникальнейшее время время третьего храма время когда когда созидается этот святой храм в господи и живых камней созидается имея краеугольным камнем камнем основанием самого иисуса христа и главою церкви имея самого иисуса господа нашего спасибо тебе благословен ты бог наш благословен господь благодарю тебя уже за эту милость за благодать благодарю тебя господь за то что действительно боже милость и благодать твоя боже солнце правды в нас верующих спасибо 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 и исцеление лучах твоих господь спасибо всякая тьма она уходит свет прогоняет всякую тьму спасибо тебе господь и в судьбах наших и все вокруг нас освещает спасибо тебе господь благословен бог наш царь всей вселенной аминь 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 спасибо боже всемогущий а для вас благоговеющий пред именем моим взойдет солнце правды и исцеление в лучах его аллилуйя спасибо спасибо благослови господь сегодня боже в этом хлебопреломление вот и в этом причастие в этой евхаристии боже рассуждать нам о теле крови твоих боже спасибо спасибо что солнце правды воссиявшие две тысячи лет назад для всего и страдавшегося человечества сияет сегодня для всех и вся сегодня в нас верующих спасибо тебе господь спасибо спасибо за голгофу за кровь я тебя благодарю за воскресенье твое за победу твою за жизнь вечную бесконечную жизнь счастливую благодарю тебя иисус благодарю о дух святой за все я благослови благодарю за все я благослови спасибо тебе господь спасибо благодарю тебя за голгофу и за кровь благодарю тебя господь за победу победу великую господь которую ты даровал нам христом иисусом слава тебе аллилуйя благодарю тебя за кровь святую которая и сегодня омывает нас от всякого греха божия миллионы и миллиона душ обращаются к тебе господь божие постоянно ежедневно боже множество душ выходят ежедневно из тьмы во свет твой господь спасибо тебе боже спасибо тебе господь благодарю тебя благодарю тебя за тех уже уже во свете, Господь. Благодарю Тебя за тех, кто выходит из тьмы во свет сегодня, Боже. Благослови, Господь, этот переход, этот великий исход. Совершится Господь ему. Слава Тебе, Господь. Боже, молю Тебя за тех, кто еще во тьме греха, кто еще не познал Тебя. Да познаю Тебя, Господь, Твою любовь. Боже, благослови, Господь, Евангелизации, Господь, и здесь, и по всему лицу земли. Боже Всемогущий, пусть люди слышат Слово Твое, Господь, Боже И смиряются, Боже, принимают истину Твою, Господь, Боже И Евангелие Твое, Святой Слава Тебе, Господь Слава Тебе, Святой Слава, слава, слава Аллилуйя, аллилуйя Эмашия, Абакайя, аллилуйя, аллилуйя Слава, 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 слава Слава, слава, спасибо, спасибо, Господь, спасибо Спасибо, Святой, спасибо Благодарю Тебя, Господь, Боже Боже, Боже, Святой И пусть слово Твое живое и действенное, Господь, действительно, Боже, оно осияет, Боже, сидящих во тьме и тени смерти сейчас, молю Тебя, Господь, кто объят этой смертью, кто еще не знает Тебя, кто еще, Боже, в этих сетях обольстительных, Боже, пусть, Господь, из тьмы греха выйдут души на свободу в познание, Богопознание, познание Тебя, святого, великого, праведного. Аллилуйя. Ибо так Ты возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Слава Тебя. Слава, слава. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, О Дух Святой, за все я благодарю, за все я благодарю. За жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, 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 спасибо. Ты хлеб жизни, подлинный хлеб жизни, Господь, Ты вода живая, Боже. Спасибо, спасибо Знаете, друзья, принимая причастие, рассуждая об этом Боже, наполняемся им, погружаемся еще больше и больше Я как раз проповедовал тоже в эти дни Здесь и проповедую в разных собраниях И в Питере, и в Москве сейчас И рассуждаю о том, что наше погружение в Него Наше пропитывание им, Его любовью святой Это действительно самое прекрасное, что есть вообще во Вселенной Самое удивительное, самое таинственное Самая таинственная тайна Самая великая тайна всех тайн Свершающаяся Спасибо Тебе Спасибо Тебе, Господь Это действительно тайна Потому что хлеб, но... Это тело мое Хлеб, но... Это жизнь вечная И ты говорил, что... Кто не будет есть тебя, пить тебя Не будет иметь жизни Это духовное слово, духовное понимание Но, Боже, мы, люди Открываем для себя это понимание Удивляемся, Боже, каждый раз Восхищаемся этой тайной И совершаем вот этот обряд Это таинство Величайшее таинство Церковное таинство Твое таинство Таинство Бога Человечества Раскрываем это в себе Каждый раз по-новому Спасибо Тебе, Господь И хлеб, который принимаем, Боже Мы рассуждаем, что это Действительно Тело Твое Я не знаю как Мой в человеческий ум Это просто не входит Это не вмещается Боже, спасибо Спасибо Спасибо, Господь Спасибо, что Несмотря на то, что Человеческим нашим умом Или даже ангельским умом Это непонятное нам Таинство до конца Боже Это вообще это таинство Действительно таинство Но мы принимаем это с любовью И то, что не может объяснить теология Не может понять теология Понимает любовь То, что невозможно объяснить Боже Хотя люди пытаются И пытаемся мы это объяснять И для себя каждый раз Я пытаюсь это объяснить Но это, я понимаю, необъяснимое Братья Сестры Объяснить необъяснимое Можно любовью Объяснить необъяснимое Хлеб Я беру хлеб Молюсь Благодарю Бога Всемогущего Благословляю Благословляю Его И принимаю тело Иисуса Христа Как Хлеб В этой свадьбе Где пришло больше Чем, я так понимаю Планировалось Гостей И вина у них не хватило Иисуса Христа Спасибо 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 Благословен Господь Благословен Бог наш Царь всей вселенной Аминь 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 Аллилуйя Аллилуйя И подлинно Я благодарю Тебя Господь За все За Голгофу За кровь Я Тебя Благодарю За воскресенье Твое За победу Твою За жизнь Вечную Бесконевечную Аллилуйя Жизнь Счастливую Пресчастливую Спасибо Тебе Господь Спасибо Благодарю Тебя Боже всемогущий Благодарю Тебя И благоставляю Великое имя Твое Боже всемогущий Святой Слава Тебе Я принимаю Это таинство Сегодня Рассуждаю О теле крови Твоей И я знаю Что Ты действительно Совершил Спасение На Голгофском кресте Две тысячи лет назад Мое спасение Мое исцеление Мое благословение Да Через кровь Святую Твою Через кровь Иисуса Христа Через кровь Агнца Божьего Иисуса Христа И тело Его Ломимое Благодарю Тебя Господь Благодарю Тебя Спасибо 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 Тебе Господи Спасибо За милость За милость И отцовскую любовь За то, что Ты Единственного Сына Пролил Святую Праведную Кровь За то, что Ты Единственного Сына Пролил Святую Праведную Кровь Он был Гоним Для нашего Спасения Да Был Беден Чтобы в нем Я стал Богат Иисус Христос Рады Принял Мне на Исцеление За грешников Он Был Праведник Распят За всех Людей Был Праведник Распят Кровь Святая На Голгофе Пролилась За всех И вся Спасибо Тебе Господь И сегодня Принимая Таинство Это Принимая Это чудо Тело Христа Аминь Кровь Иисуса Христа Аминь Рассуждаем О великой победе Господа нашего И великом Таинстве Который Есть Христос В нас Упование Славы Спасибо Тебе Господь Спасибо Боже Ты Однажды На свадьбе Из воды Сделал вино Боже Соверши Сегодня Боже Тоже Еще более Чудесное Не просто Вино А кровь Святую Сына Твоего Агнца Твоего Господа Моего Спасителя Возлюбленного Иисуса Христа Аминь А хлеб Сей Боже Соверши Телом Христа Твоего Аминь Приложив Это Духом Святым Аминь 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 Да Свершится Таинство Сегодня Веры И я Благодарю Тебя Господь Благословенное Имя Твое Благоговею Предименем Твоим За великую Любовь Твою Благодарю Тебя Ибо Так Ты Возлюбил Мир Что Отдал Сына Своего Единородного Своего Иисуса Христа Праведника Агнца Своего На Распятие На Голгофу На Крест Чтобы Всякий Верующий В Тебя Не погиб Но имел Жизнь Вечную И я Верую В Тебя Бог Святой Верую В Твою Любовь Верую В Твое Все прощения Верую В Твое Действительно Бескорыстие Искренность Твою Верую Боже Что Ты Действительно Спас Меня Кровью Сына Своего И Телом Ломимом Аллилуйя Спасибо Тебе Боже И исцеление Твое Господь И прощение И все Твое Благословение Небес Боже В нас Верующих Через Тело И кровь Господа Иисуса Христа Благодарю Тебя Господь Что-то Таинство Сегодня Совершается В судьбах Миллионов Миллионов Людей Благодарю Тебя Что Совершается И здесь Сегодня Здесь В этом Таком Молитвенном Общении Молитвенном Собрании Утренней Молитвы Спасибо Тебе Господь И за всех Благодарю Кто совершает Сегодня Это причастие Эту Евхаристию Святую Спасибо Тебе Господь Благодарю Тебя За верующих Разных конфессий Разных Динаминаций Разных ветвей Христианства Организаций Юрисдикций Божьем Разных Наименований Но мы Все Действительно Зовемся Христианами Потому что Христос В нас Он Нас Делал Родными Бог Нас Делал Друзьями Дал Нам Новое Имя Нас Зовут Христиане Бог Нас Делал Родными Он Нас Делал Друзьями Дал Нам Новое Имя Нас Зовут Христиане Аллилуйя Аллилуйя Благодарю Тебя Что Ношу С Великой Гордостью Великое Имя Твое Имя Иисуса Христа И Зовусь Христианином Спасибо Тебе Господь Спасибо Тебе Боже Это Великая Честь Именоваться И быть Помазанником Твоим Господь Благодарю Тебя Господь Благодарю Матери Крови Крови Христа Спасибо Спасибо Кровь Христа Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа исцелила меня. Аллилуйя. Тело Иисуса Христа. Аминь. Кровь Христа. Христос во мне. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь мой, живешь ты во мне. Спасибо, Христос, живешь ты во мне. Господь мой Спаситель, живешь ты во мне. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Благодарить за любовь твою. За руку по путям своим веди меня. Я буду в радости славить тебя. Аллилуйя. Спасибо за то, что живешь ты во мне. Я буду в радости славить тебя. Благодарить за любовь твою. За руку по путям своим веди меня. Я буду в радости славить тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо, Господи, спасибо. Благодарю тебя, Господь, за великую эту честь быть причастником твоего божеского естества. Спасибо за великую эту честь, это счастье, неземное счастье погружаться в тебя, в этот океан твоей любви, Господь, Боже. Ты погружаешься в меня. Я погружаюсь в тебя. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благодарю тебя. Благодарю тебя и благоставляю великое имя твое. Аллилуйя. Спасибо, спасибо. Ох, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Павел пишет Ефесянам 1 глава со 2 стиха и дальше. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Аллилуйя. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Аллилуйя. Еще мир был не создан, а уже Бог любил нас, тебя, меня, и уже избрал нас в Нем, во Христе. Аллилуйя. Аллилуйя. Прежде создания мира. Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Аллилуйя. В похвалу, славы, благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным. Братья, сестры, Он облагодатствовал нас возлюбленным. В ком возлюбленном? В Иисусе Христе. Кого? Нас. Что Он сделал? Облагодатствовал нас. Знаете ли, в православной традиции, вот, в традиционном православии обычно, вот, это относили мы всегда, значит, только к Марии, Матери Иисуса Христа, называя ее облагодатствованной. Вот, и благодатной, облагодатствованной. Но, знаете, истина в том, что Мария, Матерь нашего Господа Иисуса Христа, сестра наша, да, в Господе, она ни в коем разе, конечно, там, не то, что о ней порой думают люди. Вот, она действительно верующая, верная, святая. Она действительно наша сестра в Господе. И она благословеннейшая среди всех женщин. Вот, и она облагодатствована, действительно. Но она одна из миллиардов облагодатствованных нас. Потому что Господь облагодатствовал нас, возлюбленным. Меня облагодатствовал, тебя облагодатствовал, возлюбленным. Поэтому благодатными являемся ныне мы, верующие. Два тысячелетия раскрывается великая тайна о благодати Божьей. Благодати Божьей, такой гиперблагодати, такой удивительной благодати. Amazing Grace, просто сверхъестественной благодати Божьей. Человеческому уму непостижимой благодати. Спасибо тебе, Господь, что ты облагодатствовал нас, возлюбленным. В котором мы, написано в седьмом стихе дальше, я читаю послание Фессианам, первая глава. Седьмой стих написано, в котором мы имеем искупление. Я имею искупление, ты имеешь искупление, мы имеем искупление кровью Его. То есть кровью Иисуса Христа, Агнца Божьего. Кровью Иисуса, кровью Его. Прощение грехов. Аллилуйя. Прощен я, абсолютно. Прощен ты, абсолютно. Прощены мы все, абсолютно. Люди просто, многие этого не знают, потому и называются неверующими. Люди многие и сомневаются в том, потому и называются неверующими. Но верующие, для нас, для кого воссияло солнце правды и исцеление в лучах Его, мы знаем, что прощены. Почему? Кровь Христа пролита на Голгофском кресте. Я прощен. Конечно, мне, как земному человеку, то это нужно каждодневно напоминать. Потому что, живя во временном измерении, временном этом мире, временном мире, это чудно. И не уразумеешь неуразумимое, не уразумеешь разум Божий, разум Христов, не уразумеешь до конца. Как так? Мы же живем во временном измерении. У нас есть прошлое, есть настоящее, есть будущее. Как понять вечность? Я лишь могу просто догадываться. Я лишь могу просто верить. Да, есть вечность. Есть вечность. И мы из вечности и в вечность идем. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе. И Бог вечности, Бог вечный, Он простил нас вечно. Спасибо тебе, Господь. Навек, навсегда. То, что было, есть, будет. Для меня это чудно все, конечно. Но я принимаю это как чудесное. Я принимаю это как сверхъестественное. Я принимаю это как тайну Бога. Спасибо. Таинство великое, тело и крови Христа. Искупление крови Ему, да. Аллилуйя. Прощение грехов по богатству благодати Его. Каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем. То есть, во Христе положил в Нем. И открыл нам эту тайну. Тайна Христа. В устроение полноты времен, дабы все, все, абсолютно все, значит, небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем, то есть, во Христе, во Христе, в Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Интересно, да? В Нем и вы, услышав Слово Истины, благовестование нашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления, удела Его, похвалу славы Его. Запечатлены обетованным Святым Духом. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь, что я запечатлен, запечатан Твоим обетованным Святым Духом, Тобою обетованным, обещанным Святым Духом. Ты обещал это, Господь, и Ты совершил это. Два тысячелетия назад совершилась эта великая тайна. Дух Святой пришел на эту землю. Радуйся, земля. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, спасибо. Братья, сестры, и уже вот в это воскресенье, в завершение шабата, субботы, вечером в субботу уже будем начинать празднование. Празднование Пятидесятницы, празднование праздника Швот, или Швот, да, недели, или Клятвы, Клятвы. Вот, и это удивительный праздник. С одной стороны, мы вспоминаем события, которые произошли 3331 год тому назад, когда во времена Моисея Бог вывел нас из земли египетской, и в день 50-й Он говорил Слово Своё, Он даровал Тору, даровал заповеди, даровал Слово Своё. Это было удивительным переживанием. Аллилуйя. Оно описано в Библии подробно, дамы и господа. И в этот же день, при наступлении Дня Пятидесятницы, во второй главе Деяний Апостолов Святых написано, как раз, свершилось ещё большее чудо. И поэтому праздник для нас это и дарование Торы, и дарование Духа Святаго, благодати. Облеклись мы силою свыше с вами, друзья. Церковь облеклась силою свыше. Церковь родилась. Ну, родилась она чуть раньше, конечно, на Голгофском кресте, в крови Машиаха, в крови Христа. Но в день Пятидесятницы церковь она облеклась силою свыше. И вот два тысячелетия продолжается победоносное шествие Церкви Божьей. Аллилуйя. Силою свыше мы проповедуем Евангелие Царства Божьего по всей земле. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Во свидетельство всем народам. Спасибо тебе, Господь, милостивый Государь. Царь царей, Господь господствующих. Слава тебе. Слава тебе, Господь. Покоряем, веря все народы и племена. Пусть по всей земле славится имя Господа Иисуса Христа, чтобы всякий язык, всякий народ, всякое племя исповедовало имя Господа Иисуса Христа. Ведь ни в ком другом нет спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, в котором надлежало бы нам спастись. Твое сладчайшее святое имя. Слава тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо. Спасибо за прощение грехов. Спасибо за эту благодать, данную тобою. Эту удивительнейшую благодать. Спасибо, Господь, за это солнце, правды, воссиявшее для нас и в нас верующих. Слава тебе, Господь. Спасибо, что ты упразднил вражду плотью своей. Спасибо, что Господь в крови Христа, в теле ломимом Христа Иисуса, совершилось тайное искупление, тайное спасение рода людского. Слава тебе, Господь. Аминь. 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 Шалом. 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 Сережа. Иночка. Спасибо. Спасибо, Господь. Тамара пишет. Да. Приветствую всех, кто подключился, кто подключался. Кто был в сети, кто сейчас подключается. Всех приветствую и благоставляю вас, дорогие друзья, во имя Господне. Благоставляю во имя Иисуса Христа. Этим добрым летним утром. Благоставляю вас. Пусть благодать Господа нашего, Иисуса Христа. Любовь Бога Отца. Общение Святого Духа пребывает со всеми нами. Аминь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Благоставляю всех вас, братья, сестры, дорогие друзья, друзья церковной реформации. Благодарю всех вас во имя Господне. И Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом благодатью, вы спасены и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Спасибо Тебе Господь. Молитесь, братья, сестры, продолжите сейчас чтение Слова Божьего. Вот послание к Ефесянам, допустим, оно очень уникально, что действительно просто читаешь и молишься, читаешь и молишься. Вообще, когда молишься по Слову Божьему, используешь эти слова Бога вдохновенные, каждый раз это настолько восхитительно, настолько прекрасно. Самый лучший молитвослов, многие православные ко мне подходят, порой спрашивают, когда вот, допустим, ну, где-то, вот, бла-бла-кар, путешествую, там, допустим, общаюсь с людьми, вот, или просто так вот где-то на улице, здесь, в Москве, там, там, в Питере тоже спрашивали, подходили православные, вот, батюшка, вы благословите, какой молитвослов лучше там приобрести, какой молитвослов лучше брать? Вот, самое лучшее молитвослов, Слово Божье, самое лучшее молитвослов, Библия, потому что эти слова молитвенные, они настолько зажигают, просто обжигают и вообще восхищают и оживотворяют. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь. Да, друзья, благословляю всех вас, спасибо всем огромное за молитвы, вот, сегодня тоже будет молитвенное собрание такое, вот, общение с братьями, слава Богу. Да, зимина, да, аликишиева, аплодисменты, сердечки, голубок, да, аминь, благословить Господа с раннего утра, Инна тоже, молодец, аминь, хорошо, люблю всех, благословляю, и Дэн тоже, аллинуя, аллинуя, огнем даже прям. Да, слава Богу, пусть Бог благословит вас, дорогие друзья, вот, и завтра в четверг евангелизация такая, ну-ка, будем новые заветы раздавать, вот, тоже молитесь, хорошо, вот, и субботу на Сокольниках, на Струманке 11 буду проповедовать и в воскресенье там же. Поэтому, кто, значит, в Москве будет в эти выходные, то, пожалуйста, приезжайте на служение, ну, более подробно я там в сетях социальных дам информацию, а так это Строманка, Стромынка, я все забываю, как правильно там произносится-то. В Москве на Сокольниках, одним словом, станция метро Сокольники, там недалеко прям, Строманка 11, вот, там много разных церквей собираются, на самом верхнем этаже там этого здания, вот, там помещения церковные, вот, и там собираются разные церкви. Поэтому, если вы там придете, в любое время там попадете в какое-то собрание, там много разных конфессий собирается, вот, и я там буду в мессианском собрании, получается, и в эфир церковь, значит, и потом в воскресенье будут тоже, значит, собрания. Ну, более детально все потом я напишу, хорошо? Все, с Богом, мир всем вам и благодать да умножится. Даст Бог, завтра продолжим, тоже, в трансляции. Вообще, утром прекрасно, слушайте, утром прекрасно, здесь птицы поют, очень красиво, подмосковье, такой прям, ближайший подмосковье, очень красиво. Все, с Богом, шалом, мир всем вам. Аллилуйя, Аллилуйя.